С наступлением осень количество возгораний жилых домов из-за неправильного использования электрооборудования и дровяных печей резко возрастает. В зоне особого внимания спасателей в этот период частные домовладения. На территории городского Самара за период 2022 года зарегистрировано 1134 пожара. За период 2021 года зарегистрировано 1352 пожара. Тут наблюдается уменьшение на 218 пожаров. Сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды, чтобы рассказать жителям о правилах безопасности в быту. Жителям частного сектора напоминают, что основными нарушениями при эксплуатации отопительных печей являются трещины и повреждения домоходов, отсутствие предтопочного листа или его небольшие размеры, хранение вблизи топящейся печи горючих предметов. Если вы обнаружили очаг пожара, необходимо немедленно сообщить это в пожарную охрану, а также принять все посильные меры для ликвидации возникновения пожара. Ну и самое главное не допускать у нас возникновения пожаров. Как говорится, лучше предупредить, чем ликвидировать. Во время бесед с жителями спасатели акцентируют внимание на важность контроля за состоянием электропроводки. Ее требуется вовремя менять. Кроме того, важно не перегружать электросеть при использовании в помещениях электрообогревателей. Крайне опасно одновременно включать множество электроприборов или оставлять их на долгое время. В режиме ожидания использовать самодельные обогреватели. И, конечно, ни в коем случае нельзя оставлять печи и отопительные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Для нас очень важны такие рейды, потому что у нас поселок в зоне риска находится. Много пожаров было, тем более в наше сложное время. Конечно, хотелось бы, чтобы людей информировали, чтобы требовали, в том числе даже не просто информировали, требовали соблюдения пожарной безопасности, чтобы проверяли газовое оборудование, проверяли электрооборудование, состояние проводки возможно. Также спасатели провели профилактический осмотр домов, чтобы выявить возможные риски возникновения пожаров. После чего дали рекомендации, как сделать дома пожаробезопасными. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.